Сегодня я анализировала запросы в поисковых системах и обнаружила, что пользователи интернета забыли фразеологизмы. В поисковиках ищут словосочетания «навоз и ныне там», «пожимать плоды», «канать в лету», «плод воображения и даже не в суп ногой». Это делают не юмористы. Обычные пользователи социальных сетей на полном серьезе пишут друг другу «будем носиться со списанной торбой» и комментируют «у горбатого могила справа». И смех, и грех. Поэтому сегодня я расскажу вам о такой распространенной ошибке, как разрушение фразеологического оборота. Нужно запомнить, фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов. Они не создаются в речи каждый раз заново, а воспроизводятся как уже готовые, закрепленные в памяти речевые единицы. К ошибке приводят неоправданные изменения состава устойчивого выражения. Вот примеры неудачной замены одного из компонентов фразеологизма. Зомбировать почву, дать обед молчания, обвенчаться с успехом и рыдать на взрыв. Неоправданным будет и расширение состава фразеологизма. Оно приведет к дублированию смысла и плеонастичности. Тяжелый сизифов труд. Сизифов труд – он и так тяжелый. А пропуск одного из компонентов фразеологизма ведет к лексической недостаточности. Нужно понять, в чем кроется успех этой работы. Правильно сказать, в чем кроется секрет успеха. Комично выглядит объединение двух фразеологизмов на основе опорного слова. Молчать, как рыба об лед. Верно. Молчать, как рыба или биться, как рыба об лед. Помните о том, что нельзя смешивать паронимы в составе фразеологизма. Писать «провести вокруг пальца» вместо «обвести вокруг пальца» ошибочно. Следите также за грамматическими формами компонентов, входящих в состав фразеологизмов. Иначе вместо «гласа, вопиющего в пустыне» в тексте появится «глазз, вопиющих в пустыне». Это хорошо еще, если будет написано «глаз», а не «глазз». И главное, если вы решили использовать в тексте или в речи фразеологический оборот, убедитесь в том, что точно понимаете его значение. В противном случае получится нелепо. Например, выпускница радостно пропела свою лебединую песню. Учитесь у телевизионщиков, они знают правила и умеют использовать фразеологизмы в языковой игре. Обязательное условие в этом случае – это приращение смысла. Вот примеры из текстов телеанонсов. Яркая личность не должна выглядеть серой мышью. Главный герой, он лучше других, знает красную цену зеленому змею. Фил Донахью и Владимир Познер лучше Познер, чем никогда. Напоследок обновленный фразеологизм «банный день». Этот неологизм родился в недрах интернета, означает день, когда пользователи соцсетей проводят чистку рядов, то есть банят тех, с кем больше не хотят поддерживать интернет-общение. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи.